В прошлой передаче Ваш тандем всегда яркий, дружественный и приносит очень хорошие плоды. Вот эта история, пожалуйста. Остров Березань, который мы облетели кругом вот так несколько раз, Очаков, Кенбурнская коса, мы ее пролетели всю, от самого этого носа косы, этого острого волоса, так сказать, до Покровки. Что меня поразило? Один кадр, я потом просматривал эту съемку, которую Саша Кремко просто лихорадочно снимал, потому что все было невероятно интересно. Есть такой этот кадр, где в одном месте, вот там, где коса от Херсона начинается, дороги, которые ведут на косу, Наезженные, накатанные современными машинами, этими джипами, внедорожниками, которые могут туда. В те времена, о которых мы вспоминаем, туда невозможно было проехать из-за песков. Ну, мог пройти уазик какой-то, да, мог какой-то Урал там двигаться. А сегодня это все стало очень доступным, и эти накатанные дороги нужно только, вообще я в ужас пришел, когда увидел, сколько заповедных трав затоптано навсегда вот этими шинами. И большой шик такой, сверх шик, это когда он на своем же дорожнике, вот там, на кончике косы, где мартыны, чайки гнездятся, где осенью они высиживают своих птенцов, да, он, есть у меня такие кадры, он вот так вот-вот издевается, издевается, издевается над природой. Ведь люди, я на моих глазах, первая сосенка была посажена на Кенбургской косе, сейчас они выросли вот такие, вот такие, вот уже сорокалетние, это уже приличные деревья, и вот то, что человек своим трудом, своим умом, своей душой посадил, укрепил эти пески, вот эти стервятники, они просто издеваются, убивают это то, что делал человек. Меня тоже это, конечно, глубоко коробит, возмущает, ну, против времени, прогресса и так далее не попрешь. Что здесь можно было бы сделать? А что сделать? Да не пускать, ведь... Ну, наверное, как-то... Ну, как-то не пускать эти внедорожники. Ну, установить какие-то правила, ну, мы видим, видишь ли, я был одним из тех, кто в 80-е годы, я работал тогда в Южной Правде, и приложил руку к этой, ну, общественной акции, так сказать, о том, чтобы придать Кенбургской косе какой-то заповедный статус. Мы тогда развернули компанию, опубликовали письмо, в основном, ну, творческой интеллигенции, и, кстати, эта акция увенчалась успехом. В результате областной совет тогда впервые принял решение о том, чтобы создать на территории Кенбургской косы региональный ландшафтный парк, Кенбургская коса. Вот оттуда он ведет существование. Мы надеялись таким образом как-то уберечь косу, то есть установить какие-то правила, каких-то контролеров поставить. Это дало свой небольшой эффект, но, к сожалению, движение прогресса оказалось настолько сильным, во-первых, что коса стала легко доступной. А во-вторых, во-вторых, и это уже сегодняшние дни, сегодня, я вот думаю, мы говорим с тобой, а нас ведь не все поймут. Наверное. Потому что сегодня, если вчера технический прогресс начал разрушать косу, то потом появилось самое главное – деньги, престиж. Сегодня коса, ее земля превратилась в место для элитного отдыха. Это престижно – иметь дачу на Кенбургской косе. И начали хватать эту землю, делить ее на куски. Это же происходило на наших глазах все. И не вчера, а немножко раньше. Сегодня, мне, например, больно туда приезжать, потому что те места, куда я ходил собирать дикую ежевику, и об этом тоже есть стихи, где мне просто было душевно тепло, и я в следующий раз приезжаю, а там уже все поделено, там уже стоят заборы, какая-то проволока натянута, это уже кому-то принадлежит. Вот это, конечно, ужасно. Ужасно потому, что разрушается не просто дорогой для нас миф, о котором мы говорили, а сказка волшебная такая, разрушается больше. Вот нам досталось на Кенбургской косе махонький-махонький кусочек того, о чем писал Геродот в пятом тысячелетии, столетии до нашей эры. Он говорил, что эта земля называется Гелея, она поросла дремучим лесом там все. Мы приезжаем туда. Какой лес? Там песок, пустыня. Да, 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 да. Но кусочек леса там остался. Остался волшебный. Один махонький кусочек, волшебный лес. Да, 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 волшебный лес. Растет пятисотлетний, говорят, дуб, говорят, что ему пятьсотлетний, ну, может, четыреста. Это потомок вот тех дубов, которые там росли при Геродоте. И это все. И махонькие такие рощицы березовые, да, из Нижнеднепровской березы, которые называют колками березовыми. Потом люди посадили там действительно сосновые посадки. Они идут ровными рядами. Это не лес. Это... Рукотворные называют лес. Рукотворные, да. Ты знаешь, я вспоминаю себя, когда первый раз туда приехал. Вот тот фильм снимать, о котором я тебе говорил. У нас с автором сценария был Глушко. Ну, это мой первый редактор. Да. Молодежная газета. Молодежная газета. Он родом оттуда, да. И там, он родом оттуда, и нас, мы поселились в их семье, его мама еще была жива. И нам на ночь постелили, я попросил, чтобы постелили не в хате, а во дворе, короче говоря. И она там нам какие-то перины вынесла, все на свете. Утром уже вот так вот роса была на носу. Но это ощущение, когда ты лег, посмотрел в небо, и это все звездное небо, это покрывало звездное опустилось до минимальной высоты, и тебе хочется протянуть руку, и действительно, откуда вот этот такой поэтичный образ, я достану тебе звезду. Наверное, отсюда, потому что там же... Таких звезд, как там, нигде нет. Нигде абсолютно нет. И не только звезд. Там все видится совершенно и слышится по-другому. Я, например, вспоминаю один случай, когда нас на морской стороне косы застал дождь. То есть где-то над материком клубились тучи, но здесь сияло солнце, и все было хорошо. И вдруг я услышал, мы лежим на пляже под солнцем загораемое, слышу какой-то странный нарастающий шум. Вот он нарастает, 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 и я смотрю вдруг на море, в сторону моря, и вижу, оттуда идет стена ливня. Это было потрясающе, нигде такого не увидишь. Он вот на нас стеной нашел, так сказать, накрыл нас этот ливень, и мы его пересиживали. Я видел еще маленькое торнадо с Ярлыцкого зашел. Там бывают совершенно разные, бывают фантастические совершенные ливни. Извини, пожалуйста, вот когда я рассказывал об этой ночи, об этих звездах, Можно я почитаю одно твое стихотворение из твоей книжки? В темноте приступает ограда, я не сплю. Я откину брезент, и в тиши осторожного сада Разлечу говорок винограда и акации южный акцент. Хлопотливый петуний лепит, босоножек по гравию скрип, Всхлипы шлюпок, извяканье цепи и бессонное шлепанье рыб. Сквозь живую беседку увижу невесомое тело луны И тумана молочную жижу, и лимана глубокие сны. И в ночной огородной пустыне, Где светясь разряжается дым, Инфракрасная марева дыни, Перечеркнутой стеблем сухим. О косе можно много очень говорить. Я думаю, что очень многое зависит от того, Как мы и косу, и вообще мир воспринимаем. Особенно там, да? Мы приезжаем туда подготовленными, то есть... Со знаниями. Да, с некоторыми знаниями. То есть мы готовы к восприятию, к погружению в этот миф. Мне там чего только не рассказывали. То есть я попадал туда, и я понимал, Что здесь может быть все, что угодно. И реликтовая ящерица, которую, говорят, кто-то видел, С остатками крыльев. То есть летающая, вот маленький дракон. Меня заверяли, что видели своими глазами эту ящерицу. И я верил в то, что она могла там вполне оказаться, Потому что это совершенно заповедное место фантастическое. КОНЕЦ 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 Однажды я вышел. Тогда еще там, на косе, в Рымбах, на хуторах Покровских, Существовала такая база отдыха Очаковского рыбокомбината. И мы с женой там не раз проводили, так сказать, свои отпуски. Я вышел ночью посмотреть на звездное небо. Просто вечером, поздно вечером. Я посмотрел на звезды и вдруг услышал музыку. Я не мог сначала понять, откуда я ее слышал. То ли она звучит у меня в голове, так бывает иногда. То ли это, ну, там, откуда, классическое что-то. Я вслушался, это флейта. Я не знаю, произведение, которое звучало, но это была явно совершенно серьезная классическая музыка флейта. Минут 15 я бился над тем, чтобы определить источник этого звука. Откуда? Откуда вот здесь, где ходят коровы, где пасутся там где-то бычки, где тут рыбаки живут, рыбу ловят. И там ведь очень трудно понять, откуда идет звук. Впечатление, что он с неба шел откуда-то. Потом разъяснилось все. Оказывается, туда приехала отдыхать музыкантша профессиональная. И она вечерами ходила поддерживать форму. Она заходила в эту посадку маслин. То есть это не посадка, это вот рощица, которая тянется вдоль лимана. Находила полянку, так эти маслинки туда вот заходила. И просто сама над собой работала. И играла. То же самое было у меня, Володя. Только это была девочка, которая должна была поступать в консерваторию. И она на скрипке. А ночь была безлунная, темная. Наша палатка, старая больница. Туда приезжали в больничку семьи медработников тоже отдыхать. Они там столовались, купались и так далее. И она ночью ходила. И вот однажды мы с ней, вот этот звук скрипки прервался, да? И мы в темной-темной ночи шли по такой вот осаке, которая, знаешь, она возле Горлыйского залива, такая высокая. И идем, идем и стали. Что случилось? Какой-то неожиданность. Тут кто-то есть. Не видно, но есть, да? И вдруг я услышал локтем, как бьется ее сердце сразу, начало так вот страшно биться, биться, да? И я протянул руку и услышал фырканье, лошадиное фырканье. Там послась лошадь, и вот морда рядом. Давай посмотрим еще один сюжет, да? И продолжим наш разговор. Пожалуйста. Балыжин лес является остатком лесов древней Гилеи. Тогда коса была покрыта густым лесом. Остатки реликтовых лесов можно встретить и сейчас в виде участков с небольшими рощами дуба, березы, альфии и осины, раскиданных среди песчаных просторов косы. Одно короткое воспоминание про Балыжин лес. Сережа Осецкий, оператор, мы снимаем там с ним, да? У него майка такая, солнце, не знаю какое. И вдруг я вижу, что у него на спине на этой майке 1200 комаров. Вот так вот сидят. Я возьму, да вот так вот хлоп, и на его спине вот так вот вырисовалась кровавая пятерня. А давай теперь стихи, пожалуйста. Да, комары тоже, но это тоже часть природы. Я думаю, почему вот этот миф косы, да? Он складывался, наверное, ну, начиная еще с Геродота и раньше. И тут добавлялось еще и то, что вот географически представить это место. Ведь туда впадают две реки, там большой наш великий лиман, так сказать. Это Днепр, это Бух с их притоками и так далее. Вот вся история этой земли как-то стекалась туда. Я об этом задумался, когда однажды с Бахтовым мы после шторма просто находили там вымытый штормом на вот этой лагуне, так сказать, Кенбундской, в Рымбах. Вот такие вот штучки. Давай покажем. Вот такие вот, да. Сюда мы вот, смотрите, вот коса, обрисан так. И вот еще одна. И показываем. Это? Это люльки казацкие. Это люльки казацкие. Там попадаются и турецкие, и казацкие. Отличить их одно от другой довольно тяжело. И я хочу прочитать стихотворение об этом. Называется оно «Плач по казацким люлькам». Ночью шторм лютовал, утром блики гуляют, как тюльки. На зализанной отмели дремлют казацкие люльки. Их лиман отдает после каждого шторма, как плату. Их придомные струи выносят под каждую хату носогрейная глина, черепья, пустышки, бирюльки. Я иду по воде, собираю казацкие люльки. По сыпучей лагуне, по дну, что пружинит, как сито, По жаровне шипучей, в которую влаги налита, По кенбурнской косе, по ее мелководному краю, После шторма обломки погасших веков собираю, Слепки вздохов глубинных, чудные сопелки-кривульки. На лоснящейся отмели млеют казацкие люльки. Сколько было по свету сражений и сечей, и рубок. Тут осело оно, переметное кладбище трубок. Может, выше, в излучинах буга, дни прада, ингула, Дым прокуренных легких воронка столетий втянула. Водяной мертвовод, чье туннельное мертвое тело Сквозь эпохи прошло, вырываясь из рук, просвистело. Огут штопорной тяги, бегущий виток весорубки. Раз и нет уговор, только ил набиваются в трубке. Нескончаемый брод. Примеряю на ощупь следы, Из которых растут родники преисподней воды. Где-то время взрывное, Твой выброс песками притушен. Мертвой зыбью стоит безголосый эоловый вой. Лишь торчат чубуки, Перископы, свистульки отдушен. И прилив набухает над кромкой береговой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова